ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вольво отзывает в нашей стране почти 1700 автомобилей. Это С60, В60, С80, XC60, V70 и XC70, которые были реализованы дилерами с 2007 по 2018 годы. Вин-коды размещены на сайте Росстандарта. Ведомство сообщает, что сервисная компания объявлена ввиду возможного дефекта креплений ремней безопасности. Специалисты должны проверить эту деталь и при необходимости заменить на новую. ТРАССА 101 В СМИ появился полный перечень неисправностей, за которые ГИБДД хочет начать штрафовать с лета следующего года. Это не только шины не по сезону или неисправный усилитель рулевого управления. Речь также идет о сломанных очистителях фар и автоматическом корректоре наклона фар. Более того, инспектор сможет заглянуть в салон и проверить, есть ли над водительским креслом солнцезащитный козырек. Если нет, то штраф 500 рублей. ТРАССА 101 С 1 октября Автоваз снова поднимет цены на автомобили уже пятый раз за год. По данным издания Автосреда, машины подорожают максимум на 3%. Так, наиболее популярное творение Тольяттинского завода седан Лата Гранта вырастет в цене с 471 тысячи рублей до 484 тысяч. Новый начальный ценник седана Веста – 668 тысяч, Икс Рей – 654 тысячи, Ларгус – 646 тысяч рублей. В качестве причины подорожания называются девальвация рубля и рост спроса на Лады. ТРАССА 101 В Калининграде стартовал выпуск Киа Мохаве нового поколения. В продажу машина поступит ближе к концу 2020 года. Информации о технических особенностях и ценах пока нет. Текущее поколение внедорожника продается минимум за 3 миллиона 100 тысяч рублей. Автомобиль получит безальтернативный трехлитровый шестицилиндровый дизельный мотор мощностью 249 лошадиных сил. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат. Привод полный. ТРАССА 101 В Нью-Йорке один из салонов «Шевроле» решил подарить автомобиль своему клиенту, который намеревался сначала его купить. Это не лотерея, не розыгрыш, а просто спонтанная реакция. Дело в том, что покупатель – 104-летний мужчина, воевавший во Вторую мировую. Глянули на него менеджеры и решили, как можно брать деньги с ветерана. «Спасибо тебе за службу, дедушка. Мы никогда не сможем тебе отплатить», – говорится в офицер.